Эта болезнь не знает ни границ, ни социальных барьеров. Она держала в страхе всю планету за много веков до коронавируса. Сегодня отмечается Всемирный день борьбы с туберкулезом. Ежегодно от него умирают более полутора миллионов человек по всему миру. Наш корреспондент Илона Ведрашко привела этот день со специалистами, которые спасают людей от этой болезни. У большинства из нас с самого рождения есть небольшой шрам на левом предплечье – прививка БЦЖ. Вакцина против туберкулеза ставит совсем новорожденным, ведь именно малыши наиболее уязвимы к инфекциям. Однако болезнь часто встречается у взрослых. Существует миф, что туберкулезом заражаются люди из социально уязвимых слоев. Втезиатры так не считают. Туберкулезом может заболеть любой, не только люди из социально уязвимых слоев населения. Да, чаще всего мы с этим заболеванием встречаемся в пределах уязвимых слоев. Но в последние годы статистика показывает, что туберкулезом могут заболеть все. По словам Петра Сырбу, ситуация с заболеваемостью меняется, так как все чаще среди инфицированных встречаются мигранты. Главным фактором изменения статистики за последние годы является миграция. Наши люди все чаще мигрируют. Кто приезжает, кто уезжает, и эти люди не всегда могут воспользоваться медицинскими услугами. Согласно статистике, 2019 года в Молдове было инфицировано 2877 человек, а в 2020-м меньше – 1762. В 2022-м – 2 121 случай. Специалисты утверждают, что уровень заражения, так же, как и уровень смертности, стабилен. О возбудителе туберкулеза стало известно еще в 1882 году благодаря немецкому микробиологу Роберту Коху. Но лекарства от болезни изобрели только во время Второй мировой войны в 1940 году. До этого от туберкулеза умирал каждый седьмой инфицированный. Характерный кашель с кровью – далеко не первая стадия заболевания. Первоначальные симптомы туберкулеза – это резкое снижение веса, это один из главных симптомов. Температура, которая постоянно поднимается, особенно вечером. Потеря аппетита, кашель более двух-трех недель. После появления этих симптомов вы должны немедленно обращаться к семейному врачу. В Молдове диагностика и лечение туберкулеза бесплатны. В девяти районах Молдовы и в Приднестровье созданы общественные центры поддержки таких больных. Здесь им показывают и оказывают необходимую психологическую и социальную поддержку. Помогают решить проблемы, связанные с получением медицинской и юридической помощи. Пациент может проходить лечение и дома под видеонаблюдением. Мы с помощью неправительственных организаций, в Кишиневе это организация АФИ, предоставляем пациентам телефоны и наблюдаем за ними. Туберкулез излечим и работа в этом направлении ведется постоянно. Но, по мнению ВОЗ, в настоящее время прилагается недостаточно усилий для обнаружения и лечения каждого пациента. Из 9 миллионов человек, ежегодно заболевающих туберкулезом, 3 миллиона больных вообще не проходят лечение. Поэтому главной целью проведения Всемирного дня борьбы с туберкулезом является повышение осведомленности о глобальной эпидемии этой болезни и условиях по ее ликвидации. Сегодня, во Всемирный день борьбы с туберкулезом, арка победы в столице была подсвечена красным цветом. А в центральных парках и скверах прошли флешмобы, направленные на повышение осведомленности о разрушительных последствиях этого заболевания. Да, будем им битья туберкулоза!